Добрый день, дорогие друзья! Детская библиотека филиал номер 10 города Старльтамак поздравляет вас с наступившим новым 2024 годом. И хочется отметить, что среди новогодних праздников есть особый день, день 4 января, который посвящен Всемирному дню азбуки Брайля. Многие наверняка еще даже не слышали и не представляют, что такое азбука Брайля. А этот день выбран 4 января, потому что в этот день родился Луи Брайль. Кто же он такой, чем он стал известен, чем знаменит, и что он сделал такого, что ему посвящен даже такой праздник. Об этом нам сейчас расскажет Лисанна Радимовна, библиотекарь специальной библиотеки для слепых. Пожалуйста, Лисанна Радимовна. Здравствуйте! Ну, а вы, Брайль, талантливый изобретатель. Просто добрый, можно сказать, человек. Три года он ослеп. Папа у него был шорником. И в мастерской так уж получилось, такое несчастье ли в ней случилось, что в глаз ему попала игла. И в 5 лет он полностью ослеп. Невероятно любознательный, любопытный ребёнок. Надо отметить то, что вот семья поддержала и помогла ему. Наверное, вот это важно. Я хочу отметить, потому что, несмотря на то, что случилось такое несчастье, папа с ним гулял. Он учил его слушать звуки на улице. Он помогал маме на кухне. Сёстры ему читали книги. У него была феноменальная память и невероятный слух. Он очень любил музыку. В 10 лет его отдали в институт для слепых в Париже. Он там учился. И раз он такой был любопытный, любознательный мальчик, и он очень любил читать, он разрабатывал специальный шрифт. И в 15 лет он изобрёл рельефно-точечный шрифт, который сейчас мы называем шрифт Брайля. Об этом шрифте, я думаю, не все знают. Может быть, где-то слышали, но, может быть, ещё не все представляют. Давайте я вам просто покажу, что таким шрифтом написано очень много книг для невидящих людей. И кому-то эта книга покажется непонятной. Обычным людям, которые просто читают книги, открыв эту книгу, мы, конечно, не увидим ничего. Но мы все прекрасно знаем, что слепые люди читают пальцами. И вот именно здесь рельефно-графический шрифт, вот это нужно именно считывать пальцами. И надо сказать, наверное, что этот шрифт используется не только для чтения, но и для письма. Как же это вот, пожалуйста, Александр, вы нам, может быть, продемонстрируете, покажете? Да, он уловил удивительно простое такое действие. Если вот закрыть глаза, попробовать руками прощупать пространство, очень тяжело, например, пальцы понимают линии, какие-то выпуклости. То есть это моментально палец улавливает точку. То есть вот он сразу, если поставить палец, и сразу понятно, палец отдает мозг, как бы вот, да. Вот именно вот так вот, да, это происходит, палец. И вот здесь мы видим, ну, вот не все зрители могут увидеть, потому что вот так показать это, конечно, невозможно. Ну, просто отступлюсь, скажу, что такие книги есть не только в специальных библиотеках для слепых, но и в обычных публичных библиотеках. Участие в институции, они занимались уже специальными учебниками, вот он решил просто доработать, переработать и немножко упростить вот эти шрифты, шрифт унциал Валентин Гайюи придумал, отставной капитан Барбье, они были сложноваты, поэтому он для своего исходного базового письма выбрал шесть точек, вот шести точек. Комбинируя вот эти шесть точек, он придумал шестьдесят три знака. Куда входят? Буквы, цифры, знаки припинания и математические символы. Удобство этой системы в том, что они очень небольшие, в принципе, небольшие и очень простые. В письме пишут шрифтом Брайля в специальных тетрадях, вот я сейчас их держу в руках, они более, страницы получаются более плотные у этих тетрадей, они вставляются в специальные накладки. Накладка называется «прибор для письма». Пишем мы, для нас, вот для обычных людей, я когда первый раз увидела, для меня вот как будто он трафарет. Да, трафарет, да, действительно. Пишут уже вот такими, как бы, ручками, которые называются грифель. Оно можно сказать, да? Да, для нас оно вот тоже вот шило. По-моему же, как шило. Я бы вот, если бы не знала, я вот увидела бы, я бы сказала, шило. Показать, да. Просто они такой крупные, они такое острее, длинное, короткое. Немножко такое заостренное. И вот этим грифелем выдавливаются буквы, вставляется тетрадь. А вот смотрите, наверное, тоже как-то особенно, потому что, когда, если мы будем надавливать, выпухлость получится, она же как-то с обратной стороны. И как-то получится, что мы наоборот читаем. Если мы написаны, выдавлены, вытесненные точки, ну, скажем, да, читаем так же, как и все, слева направо, а писать вот эти буквы, цифры, это надо уже справа. То есть, как бы, в зеркальном отражении, ну, наизнанку, как бы, скажем, да? Сейчас вы нам покажете, да, как это можно сделать. Да, буквально вот. Вот так вот фиксируется, есть фиксатор и сверху, и снизу. Давайте мы прям покажем, что у нас получается. Вот зафиксировали, и у нас получается вот в таком виде, как бы, тетрадь. И получается вот с этих строк мы начинаем выдавливать текст, или по-другому писать текст. То есть, у нас буква А вот так вот будет, да, вот так вот будет. То есть, это надо хорошо выучить, вот, расположение этих шести точек. И вот каждое шеститочие можно, как говорится, по-разному. Ну, я думаю, зрители уже поняли, что как это получается. И получается, мы листок достаем, и значит, вот уже А, Б, букву В, уже пальчиками. То есть, вот оно, да, действительно. Ну, и на самом деле говорят, что вот у невидящих людей, у них очень обостряется вот эта тактильная чувствительность. И они видят пальцами, и не только они читают, но они могут видеть, и цвет ощущают. Ну, конечно, для этого нужна, наверное, не просто тренировка нужна, и обучение большое пройти, ну, и, естественно, набраться опыта. Ну, хочется сказать еще, что у нас же мир не стоит на месте. И вот, чтобы создать вот такую книгу, здесь вот у нас «Сердце отданное людям» по печительстве в России, столько листов, и просто вот сидеть и, как говорится, механически выдавливать, это нужно сколько времени, сколько всего. И мы, наверное, знаем, что у нас созданы специальные типографии, да? Что-то вы можете нам об этом рассказать? Немножко какие-то типографии, но тексты у нас уже печатаются, на Брайлевских дисплеях. Ну, то есть, тоже не стоит на месте, да? То есть, на компьютере все это вот забивается, набирается текст, и Брайлевский принтер, он просто уже распечатывает двусторонний, он получается двусторонний, не зрячий человек. Вот этот лист, он читает и с этой стороны, и с этой стороны. Точно так же, как мы переворачиваем страницы, у них это все со специальным вот этим Брайлевским шрифтом. Но мы знаем также, что слепые люди очень свободно пользуются и современными гаджетами, и телефонами, и печатные машинки. Я знаю, что они появились еще в 19 веке, первые печатные машинки с Брайлевским шрифтом, вот. Ну, наука не стоит на месте. Да, век технологий, искусственного интеллекта, конечно, можно много спорить, что важнее, гаджеты или это, но все-таки вот это вот открытие, еще, мне кажется, долго будет оно, вот это изобретение. Включаешь. Вряд ли что-то на замену вот этому рельефно-точечному шрифту, шрифту что-то еще изобретут. Ну, потому что, наверное, так же, как есть люди, которые любят читать электронные книги, книги в телефоне, а есть люди, которые любят читать обыкновенную, как мы говорим, бумажную книгу. Также, наверное, и среди незрячих людей есть люди, которые любят слушать аудиокниги, а кто-то любит читать своими пальцами. То есть, с помощью вот именно осязания Луи Брайль дал незрячим людям возможность читать книги. Так же, как вот и для зрячего человека умение писать и читать, вернее, научившись читать и писать, человек считается грамотным. Здесь тоже самое. То есть, освоить этот шрифт и уметь читать пальцами, это тоже имеет большое значение. Потому что все это помогает быту. Электроника может подвести, свет может погаснуть, у вас не сможет компьютер включиться, интернета не будет. Все равно вот освоение шрифта Брайля, письма и чтение, оно помогает быту. У нас вот есть читатели, они подписывают какие-то коробки свои с лекарствами, с вещами. То есть, они не ждут, пока вот кто-то им достанет, покажет. То есть, он открыл шкаф, прощупал Брайлевские этикетки, и он уже понял, что у него лежит вот здесь вот это, а там вот, то есть, это самостоятельность, независимый. Независимый, да, действительно. Учебе помогает, также лекции. У многих незрячих память хорошая. Даже ты, ну ладно, в сегодняшнее время на диктофон ты записал, диктофон ведь тоже может подвести. Конечно. Написанная уже рельефным точечным шрифтом тетрадка, она лежит. То есть, ее в любое время можно открыть, лекцию прочитать, посмотреть. Также и книги. Ну что ж, спасибо вам, Лисанна Родимовна, вот за такую познавательную информацию, нужную, важную. Мне кажется, что наши зрители, кто еще не слышал об этом, может быть, заинтересуются. Есть и о Брайле книги, которые находятся в специальной библиотеке для слепых. Также, еще раз повторюсь, они бывают и в обычных публичных библиотеках. Ну и, конечно, хотелось бы завершить вот нашу такую небольшую информацию тем, что действительно азбука Брайля стала одним из важнейших направлений изобретения или даже и инструментом, можно сказать, позволяющим людям, невидящим или сослабленным зрением, реализовывать все свои планы, свои мечты. Они могут даже выразить свои собственные мысли, написав какую-то, допустим, книгу. То есть это очень важное изобретение, очень нужное изобретение. И все-таки не зря, еще раз напомню, 4 января – Всемирный день шрифта Брайля. На этом наша встреча заканчивается. Еще раз вам спасибо. Еще раз всех с Новым годом. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok